Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я хочу показать, как очистить тёрки от грязи. Сразу возникнут вопросы, как так можно запустить посуду. Но вот эта вот тёрка у меня долгое время лежала на даче, в кладовке. На ней скопился жир, тёрка ещё советская. Почему я хочу её очистить? Потому что вот такие вот тёрки, я приобретала, по-моему, в магнит, они просто не трут. А вот эти советские тёрочки, прям они трут замечательно, они острые. Поэтому я хочу её привезти в первозданный вид. Вот особенное загрязнение, это вот здесь они находятся, на том месте, где вот эта тёрка вот эта вот для рыбы. Ну и со всех сторон, конечно, вот так вот, она такая грязненькая. Это застывший старый жир. И очищать её будут таким способом. Я беру вот такую кастрюльку тоже старенькую, вода у меня уже там кипит. Я туда засыпала 7 столовых ложек соды и 5 столовых ложек соли. Я туда всё погружаю. Я использую вот такой вот для удобства медицинский зажим. Я им при стерилизации крышки достаю, вот, чтобы не обжечь руки. В общем, сейчас я всё погружу и буду кипятить. На первый раз, наверное, я прокипячу полчаса, потому что загрязнения достаточные. Потом выну, посмотрю, как грязь отходит. И если нужно будет, прокипячу ещё раз. Прокипело у меня 15 минут. Посмотрите, какая отходит грязь уже. Сейчас я эту тёрочку достану, посмотрю, насколько хорошо грязь начинает отходить. И если что, буду кипятить ещё, если она не очень хорошо ещё отходит. Вот я достала современную тёрку. Посмотрите на ней, как отошёл жир. И сейчас я её буду зачищать. Всё, в принципе, сходит хорошо. Сейчас почищу и покажу результат. Покипятила я ещё чуть-чуть. И теперь беру старую зубную щётку. Только что до меня дошло, что не тряпкой нужно, а щёткой это всё прочистить. И вот так вот буду постепенно. Прочищу первый слой вот этот грязи. Вот изнутри всё это прочищу. И снова поставлю недолго прокипятить. Потому что это поверхностный слой грязи сошёл. Но под ним ещё второй такой же слой грязи. Ну, наверное, по времени, конечно, полчаса на чистку уйдёт. Но зато порадует результат. Кипятила я ещё немного. Это, смотрите. Вот, сходит вся грязь моментально. Всё, теперь буду делать окончательную чистку. И покажу вам результат. Всё, я очистила. В общем, время скипячения у меня заняло где-то 35 минут вместе с очисткой. Посмотрите, тёрка полностью очищена от грязи. Конечно, она старенькая. На ней есть и царапинки, и вмятины. Но зато она полностью чистая. Я очень результатом довольна. Посмотрите, какая грязь в кастрюле осталась от неё. Но, в общем, если периодически не запускать вот это всё, допустим. Даже шовчики все, смотрите, вот, прочистились. Тёрки не запускать, да. То они вот так вот будут сверкать, сиять, прокипячивать их пару раз в месяц. И можно старенькую вот эту тёрку, которая ещё послужит, которая отрёт очень хорошо, не выбрасывать. Плюс это ещё и дезинфекция. Всё равно во всех швах, вот в этих вот, вот, вот в этой вот зубристой накапливается грязь, жир. Это плюс ещё и от бактерий дезинфекция очень хорошая. Советую её проводить хотя бы пару раз в месяц. Всем, кому понравился результат, жмите пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч!